Сидели раз старатели А пятый парнишечка Лет так восьми, не больше Фидюнька его звали Давно всем спать пора Да разговор занятный пришелся В артельке, видишь, один старик был Детка Ефим С молодых годов он из земли-то Золотую крупку выбирал Мало ли каких случаев у него бывало Он и рассказывал А старатели слушали Отец уж сколько раз говорил Фидюньке Ложился бы ты спать Парнишечку охота послушать Погоди, тятенька, я маленечко еще посижу Ну вот, кончил детка Ефим рассказ На месте костерка одни угольки остались А старатели все сидят Да на эти угольки глядят Вдруг из самой серединки Вынурнула девчонка махнетая Вроде кукленки, а живая Волосенки рыженькие Сарафанчик голубенький И в руке платочек тоже с голуба Поглядела девчонка веселыми глазками Блеснула зубенками Подбоченивалась Платочком махнула И пошла плясать И так у нее легко Да ловко выходит Что и сказать нельзя У старателей дух захватило Глядят не наглядятся А сами молчат Будто задумывались Девчонка Сперва по уголькам круги давала Потом, видно, ей тесно стало Пошире пошла Старатели отодвигаются Дорогу дают А девчонка Как круг пройдет Так и подрастет маленько Старатели дальше отодвигаются Она еще круг даст И опять подрастет Когда вовсе далеко отодвинулись Девчонка по промежуткам В охват людей пошла С петлями у ней круги стали Потом и вовсе за людей вышла И опять ровненько закружилась А сама уже ростом Сфидюнку У большой сосны остановилась Стопнула ножкой Зубенками блеснула Платочком махнула Как свистнула Тут филин За ухом Захохотал И никакой девчонки Не стало Кабы одни большие сидели Так может ничего бы дальше И не случилось Каждый, видишь, подумал Вот до чего на огонь загляделся В глазах зарябило Неведомо, что померещится С устатку-то Один Фидюнка Этого не подумал И спрашивает у отца Тятя Тятя Это кто? Эд? Эд Филин? Кому больше-то? Мне уж не слыхал Как он ухает Да не про Филина я Его По дико знаю И ни капельки не боюсь Ты мне Про девчонку скажи Да про какую девчонку? Как про какую? А вот которая на углях плясала Еще ты и все Отодвигались Как она Широким кругом-то пошла Ну-ка скажи Какого она росту была? Ну-ка скажи Ага Какого росту? Какого? Ну-ка Сперва-то Сперва-то не больше Моей ладошки А под конец Чуть не с меня стало А ведь я А ведь я, тюнька Точь-тоочь Такое уж диво видел Верно, тюнька И я видел А ты Дедка Ефим Что скажешь? А то и скажу Что это же видел Да думал Померещилась мне Выходит и впрямь Огневушка Поскакушка Приходила Какая поскакушка Какая, деда Слыхал от стариков Что есть такой знак На золото Вроде Маленькой Девчонки Которая пляшет Где такая поскакушка Покажется Там и золото Не сильное золото Зато Грудное И не пластом лежит А вроде Редьки посажено Сверху значит Пошире круг А дальше все меньше Да меньше И на нет зайдет Ну Выроешь эту редьку Золотого Песку И больше На том месте Делать нечего Только вот Забыл В котором месте Ту редьку Искать То ли где Поскакушка Вынырнет То ли где Она В землю уйдет Это дело В наших руках Завтра пробьем Дудку Сперва на месте Костерка А потом Под сосной Спробуем Тогда и увидим Пустяшный твой разговор Или в самом деле Что на пользу есть Ага С этим И спать легли Федюнька тоже Калачиком Свернулся А сам думает На чем это Филин хохотал Хотел у детка Ефима спросить Да он уж Похрапывать принялся Проснулся Федюнька Как на другой день Поздненько И видит На вчерашнем огневище Большая дудка Вырыта А старатели Стоят У четырех Больших сосен И все говорят Одно Вот на этом самом месте В землю ушла Вот на этом месте Копать не надо Да как же так Вот здесь Вот здесь Опять зря Копали Что вы Чего ты Федюнька Дяденьки Забыли Видно Вовсе Поскакушка Под этой Вот сосной Остановилась Вот под этой Тут и ножкой Притопнула Ну вот Забыли Видно Пятый пробудился Пятое место Говорит А был бы Десятый Десятый Указал Да пустое Видать дело Бросить надо Все Пошли Ох Ох Все таки На всех местах Испытали А удачи Не вышло Обманная Видно Твое счастье Федюнька Это деда Филин Помешал Он Наше Счастье Обухал Да обхохотал А филин Тут Не причина А вот И причина Нет Причина Нет Причина Это филин Филин Виноват Он Наше Счастье Обухал Да обхохотал Филин Не причина Стоит Птица Зачем Вас Спорт Да Спорт Вовсе Старый да малый, оба не знают, а мы, дураки, их слушаем до дня. С той вот поры старика и прозвали Ефим Золотая Редька, а Федюньку тюнькой поскакушкой. Ребятишки заводские узнали, проходу не дают, а Федюньке обидно показалось, он и дрался, и ругался, и ревел не раз, а ребятишки пусть того дразнят, хоть домой с прииска не ходи. Тут еще перемена жизни у Федюньки вышла, отец-то у него женился, мачех попался, прямо сказать, медведица, Федюньку и вовсе от дома отшибло. Детка Ефим тоже нечасто домой с прииска бегал, намается за неделю, ему и неохота идти старые ноги колотить. Да и некому было, один жил. Вот у них и повелось, как суббота, старатели домой, а детка Ефим с Федюнькой на прииске останутся. Что делать-то? Ну, разговаривают о том, о другом. Детка Ефим рассказывал побывальщины разные, учил Федюньку, по каким лагам золото искать и прочь такое. Случалось, и про поскакушку вспомнят, и все у них гладко да дружно. В одном сговориться не могут. Федюнька говорит, что Филин всей неудачи причина, а детка Ефим говорит, вовсе не причина. Раз так-то заспорили, дело еще на свету было, при солнышке. У балагана все-таки огонек был от комаров курева. Огонь чуть видно, а дыму много. Глядя, в дыму появилась махонькая девчонка. Точь в точь такая же, как в тот раз, Только сарафанчик потемнее, и платочек тоже. Поглядела веселыми глазками, Зубенками блеснула, Платочком махнула, Ножкой притопнула, И давай плясать. Сперва круги маленькие давала, Потом больше, Да больше, А сама подрастать стала. Балаган на пути пришелся, Только это ей не помеха. Идет, будто балаган и нет. Кружилась, кружилась, И как ростом сфиделуху стала, Так и остановилась у большой сосны. Усмехнулась, Ножкой притопнула, Платочком махнула, Как свистнула. И сейчас же филин за ухом захохотал. Откуда филину быть, Коли солнышко еще не закатилось? Вот видишь, Видишь, Опять филин наше счастье спугнул. Поскакушка-то, может, От этого филина и убежала. А ты разве видел поскакушку? А ты разве не видел? Видел. Я видел. Ага. Начали они тут друг дружку расспрашивать. Кто что видел, Все сошлось. Только место, Где девчонка в землю ушла, У разных сосен указывают. Ох, 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 Видно, нет ничего. Одна эта наша думка. Только сказал. А из-под дерна по балагану Дым повалил, кинулись, а там дёрник под деревом затлел. По счастью, вода близко была. Живо залили, всё в сохранности осталось. Одни дедовые рукавицы обгорели. Схватил Федюнька рукавицы и видит дырки на них, как следочки от маленьких ног. Ха-ха-ха! Это, деда, по-твоему, что? Тоже думка, да? Хе-хе-хе! Эх, правда твоя Федюнька! Знак верный! Поскакушка была! Поскакушка была! Придётся, видно, завтра опять ямы бить, счастье пытать. В воскресенье и занялись этим с утра. Три ямы вырыли, ничего не нашли. Эх, да, наше-то счастье людям смех. Это он, пучеглазый. Филин наше счастье обухал, да б хохотал. Может, и Филин. Эх, вот бы его палкой, палкой. В понедельник старатели прибежали, видят свежие ямы у самого балагана. Сразу догадались, в чём дело. Смеются над стариком-то. Редька редьку искала, а ничего не нашёл. Ничего не нашёл. Потом увидели, что в балагане пожар начинался. Давай их ругать обоих. Фидюнькин отец зверем на парнишку накинулся. Чуть не поколотил, да детка Ефим застоял. Постыдился бы мальчонку строжить. Без того он у тебя боится домой ходить. Задразнили, да загрызли парнишка. Да и какая его вина. Я б оди-ка оставался с меня и спрашивай, коль у тебя урон какой случился. В залу, видно, из трубки высыпался огоньком, вот и загорелась. Моя оплошка, мой ответ. Отчитал так-то Фидюнькиного отца. Потом и говорит парнишку, как никого из больших близко не было. Эх, Фидюнька, Фидюнька. Смеётся над нами поскакушка. Другой раз случится увидеть, так ей в глаза надо плюнуть. Пускай людей с пути не сбивает, да на смех не ставит. Детка, она не со зла. Филин ей вредит. Ну, твоё дело. А только я больше ямы бить не стану. Побаловался и хватит. Немолодые мои годы за поскакушкой скакать. Деда, ты, деда, не сердись на неё. Она вон какая весёлая, да хорошая. Счастье бы нам открыла, как бы не филин. Да, то-то. Она счастье тебе открыла. Хоть домой не ходи. Хм, а как она, деда, ловко пляшет, да? Ну, пляшет-то ловко. Да нам от этого ни жарко, ни холодно. Ну, и глядеть неохота. Ой, деда, я бы хоть сейчас поглядел. А ты, деда, отворотишься, и поглядеть тебе не любо. Хе-хе-хе, ну, как не любо. Ох, и упорный ты парнишка. Ох, и упорный. Что в головёнку попало, то и засело. Будешь вот что моё же дело всю жизнь мыкаться, за счастьем гоняться, а его, может, вовсе и нету. Как нету? Кля, я своими глазами видел. Ну, как знаешь, как знаешь, а я тебе не попутчик, набегался, ноги заболели. Я тебе не попутчик. Деда, ну, пускакушка-то не виновата. Я тебе во всём виновата. Поспорили, а дружбу вести не перестали. Дедка Ефим по работе сноравлял Федюньке, показывал, а в свободный час о всяких случаях рассказывал. Учил, значит, как жить-то надо. И самые весёлые у них те дни были, как они вдвоём на прииске оставались. Зима загнала старателей по домам. Рассовал их приказчик по работам, куда пришлось. А Федюнька по малолетству дома остался. Только ему дома-то не сладко. Тут ещё новая беда пришла. Отца на заводе покалечила. В больничную казарму его унесли. Ни жив, ни мёртв лежит. Мачеха и вовсе медведицей стала. Загрызла Федюньку. Терпел он, терпел, да и говорит, пойду не то я к детку Ефиму жить. Надел тут Федюня пемишки, шубейку-ветродойку по кромкой покрепче затянул. Хотел отцовскую шапку надеть, да мачеха не дала. Натянул тогда свою, из которой давно вырос, и пошёл. На улице первым делом парнишки налетели, дразниться стали. Федюня, знай, идёт своей дорогой. Скажи про девчонку-то. Про девчонку-то скажи. Эй, вы, несмышлёныши, несмышлёныши вы. Федюнька, ты куда это идёшь? А куда идёшь-то, а? К детку Ефиму. А, и это, к золотой редьке? Кому редька? Мне, детка. Далеко ведь. Да ещё заблудишься. Знаю, поди-ка дорогу. Ну, замёрзнешь. Вишь, стужа какая. Да, а у тебя, смотри-ка, и рукавиц-то нету. Рукавиц нет, да руки есть. И рукава не отпали. Засуну руки в рукава. Вот так. Только и дело. Не догадались? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ребятам занятно показалось, как Федюнька разговаривает. Они и стали спрашивать по-хорошему. Федюнька. А, Федюнька, ты правда поскакушку в огне видел? Правда видел поскакушку-то? И в огне видел, и в дыму видел. Может, и ещё где увижу. Расскажи, Федюнька. Федюнька, расскажи. Федюнька, расскажи. Да рассказывать-то не досуг. Федюнька, сказал Федюнька, да и зашагал дальше. Детка Ефим то ли в косом броду, то ли в северной жил. На самом выезде, сказывают, избушка стояла. Ещё перед окошком сосна бортевая росла. Далеконько всё-таки, а время холодное, Самая середина зимы. Подзамёрз наш Федюнюшка. Ну, дышагал всё-таки. Только ему за дверную скобку взяться, Друг слышит. Оглянулся. На дороге снежок крутится, А в нём чуть клубочек. И похож тот клубочек на поскакушку. Побежал Федюня поближе разглядеть, А клубочек уж далеко. Федюня за ним, он того дальше, Бежал, 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 бежал за клубочком, Да и забрался в незнакомое место. Глядит, пустоплёсье какое-то, А кругом лес густой. Посередине пустоплёсье берёза старая, Будто и вовсе не живая. Снег около неё намело, гора горой. Клубочек подкатился к этой берёзе, Да вокруг неё и кружится, кружится. Федюнька вазарц-то не поглядел, Что тут и тропчки нет. Полез по цельному снегу, Сколько, думает, бежал, Не уж спятится. Добрался-таки до берёзы, А клубочек и рассыпался. Снеговой пылью Федюньке в глаза брызнул. Чуть не заревел от обиды Федюнька. Вдруг у самой его ноги Снег воронкой до земли протаял. Федюнька видит на дне воронки-то Поскакушка. Весёленько поглядела, усмехнула, С ласково платочком махнула И пошла плясать. А снег от неё бегом побежал, Где ей ножку поставить, Там трава зелёная, да цветы лесные. Обошла круг, тепло Федюньке стало, А поскакушка шире, да шире Круг берёт, сама подрастёт, И полянка в снегу всё больше, да больше. На берёзе уж листочки зашумели, Поскакушка того больше старается Припевать стала. У меня тепло, у меня светло, Краснолетечко. А сама волчком, да волчком Сарафанчик пузырём. Когда ростом с Федюнькой выровнялась, Полянка в снегу вовсе большая стала, А на берёзе птички запели. Жарынь! Как в самый горячий день летом У Федюньки с носу пот каплет. Шапчонку свою Федюнька давно снял, Хотел и шубёнку сбросить. Ты, парень, побереги тепло-то, Лучше о том подумай, Как назад выберешься. Сама завела, Сама выведешь. Ловкой какой, А если мне не досуг? Найдёшь время, Я подожду. Возьми-ка лучше лопатку, Она тебя в снегу согреет И домой выведет. Поглядел Федюнька, У берёзы лопатка старая валяется, И заржавела вся, И черенок расколотый. Взял Федюнька лопатку, Гляди, Гляди, Из рук не выпусти, Крепче, крепче держи, Да дорогу-то примечай, Назад тебя лопата не поведёт, А ведь придёшь весной-то. А как же, Непременно прибежим с детком Ефимом, Как весна, так мы и тут. Ты тоже приходи поплясать. Не время мне, Сам уж пляши, А детка Ефим пусть притопывает. Какая у тебя работа? Не видишь, Зимой лето делаю, До таких, как ты, Работничков забавляю. Думаешь, легко? Сама засмеялась, Вернулась волчком, И платочком махнула, Как свистнула. И девчонки нет, И полянки нет, И берёза стоит голым-галёшенька, Как неживая. На вершине филин сидит, Кричать не кричит, А башкой ворочает. Вокруг берёзы снегу намело, Гора горой. В снегу чуть не по горло Провалился Фидюнька, И лопаткой на филина машет. Ух ты! От поскакушкина лето Только то и осталось, Что черенок у Фидюньки В руках вовсе тёплый, Даже горячий. И рукам тепло, И всему телу весело. Потянула тут лопата Фидюньку, И сразу из снега выволокла. Сперва Фидюнька Чуть не выпустил лопату из рук, Потом наловчился, И дело гладко пошло. Где пешком за лопатой идёт, Где волоком тащится. Забавно это Фидюньке, А приметки ставить не забывает, Это ему тоже легонько долос. Чуть подумает засечку сделать, Лопатка сейчас тюк-тюк, И две равнёшеньких зарубочки готовы. Привела лопатка Фидюньку К деду Ефиму затемно. Рассказал Фидюнька про случай, А старик не верит. Ой, не верю, Ой, не верю, не верю. Посмотри, вон лопатку-то, В сенках она поставлена. Принёс дедка Ефим лопатку, Да и углядел по ржавчине-то, Золотые таракашки посажены, Целых шесть штук. Золотые? А место-то найдёшь, Найдёшь место-то. Как не найти, Калидорога замечена. На другой день, Дедка Ефим раздобыл лыжи У знакомого охотника, Сходили честь честью. По зарубкам-то ловко До места добрались. Вовсе повеселел Дедка Ефим, Сдал он золотых таракашков Тайному купцу, И прожили ту зиму безбедно. Как весна пришла, Побежали к старой берёзе. Ну и что? С первой лопатки Такой песок пошёл, Что хоть не промывая, Прямо руками золотины выбирай. Дедка Ефим Даже поплясал на радостях. Ну, прихранить богатство Не сумели, конечно. Фидюнька малолеток, А Ефим хоть и старик, А тоже простота. Народ со всех сторон кинулся. Потом, понятно, Всех согнали начисто, И барин за себя Это место перевёл. Недаром, видно, Филин башкой-то ворочал. Всё-таки Дедка Ефим с Фидюнькой Хлебнули маленько Из первого ковшечка. Годов с пяток В достатке прожили. Вспоминали Поскакушку. Ещё бы показалось разок, А, Фидюнька? А как она, деда, Ловко пляшет. Я бы хоть сейчас поглядел. Ну, не случилось больше. А приз кто-то И посейчас зовётся Поскакушенской. КОНЕЦ